Всем привет! Не успеваешь следить за жизнью знаменитостей? Некогда полистать ленту в социальных сетей или журнал? Не переживайте, я сделаю это за вас! С вами проект «Первый городской блогер» и я, ваш проводник в мир шоу-бизнеса Наталья Забнина. Узнаем, что сегодня интересного в нашем выпуске. Самая продаваемая пластинка в мире. Певица Адель вновь на первых страницах зарубежных таблоидов. Признался в любви на весь Инстаграм. Рэпер Эл Джей выложил компрометирующие снимки с бывшей женой Анастасией Ивлеевой. 4 миллиарда фунтов стерлингов за клуб. Миллиардер Роман Абрамович выставил Челси на продажу. Студия Warner Brothers снимает продолжение постапокалиптического фильма «Я – легенда». Уилл Смит также примет участие в съемках, а компанию ему составит звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан. Они же выступят в роли продюсеров картины. Фильм «Я – легенда» вышел в 2007 году. Он был снят по одноименному роману Ричарда Мэттисона. Что еще интересного произошло за океаном, расскажу прямо сейчас. Певица Адель вновь на первых страницах зарубежных таблоидов. Ее новый альбом «30» стал самой продаваемой пластинкой в мире за год. Певице потребовался всего месяц, чтобы ее альбом буквально разлетелся в 2021 году. К таким итогам пришла Международная федерация производителей «Фонограмм» и «Фипи». Адель по продажам обошла таких популярных исполнителей, как Оливию Родриго, Джастина Бибера и Эда Ширана. Поп-королева Мадонна готовит автобиографический фильм. Уже два года она работает над созданием картины о своей жизни, где выступает в качестве и режиссера, и соавтора сценария. Однако роль певицы должна исполнить профессиональная актриса. На роль Мадонны попробовались звезда сериала «Эйфория» Синди Суини и одна из главных героинь сериала «Озарк» Джулия Гарнер. Пока неизвестно, кто приглянется самой Мадонне. Крис Хемсворд попробует себя во франшизе «Безумный Макс». Актер сыграет основного антагониста, противостоящего главному герою картины, пишет газета «Культура». По словам самого Хемсворда, роль для него новая и необычная. До этого все его персонажи всегда несли добро. По предварительным данным, выход картины запланирован на май 2024 года. Дождались. Поль Ван Авер, он же Строу Майя, выпускает новый альбом спустя 9 лет тишины. Поклонники долго гадали, куда пропал артист. Еще в прошлом году в своем инстаграм-блоге он заикнулся о выходе альбома весной. Третий студийный альбом бельгийского исполнителя Строу Майя вышел 4 марта 2022 года и доступен на всех стриминговых площадках. Что будет с Челси? На прошлой неделе известный миллиардер Роман Абрамович оставил пост владельца английского футбольного клуба. Отметим, что российский миллиардер владел клубом Челси с 2003 года. Абрамович купил его за 140 миллионов фунтов стерлингов. Сначала в сети появилась информация, что Абрамович передал управление попечителям благотворительного фонда клуба. А на этой неделе миллиардер принял решение выставить клуб на продажу. По данных некоторых СМИ, получить от сделки Абрамович намерен около 4 миллиардов фунтов стерлингов. И уже есть желающие выкупить Челси. Ирландский боец Конор Макгрегор предложил купить клуб. Правда, за полтора миллиарда. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте. Пока Абрамович никак не ответил на предложение Макгрегора. Известного тиктокера Валю Карнавал подозревают в очередном романе. После расставания с Егором Кридом, поклонники были уверены, что у Карнавал есть отношения с рэпером Рахимом Абрамовым, более известным как Рахим. Сейчас, после съемок программы «Звезды в Африке», поклонники уверены, что девушка сблизилась с блогером Сашей Стоуном. Еще больше новостей далее в нашей рубрике. Певица Максим в своем инстаграм-блоге показала свой лучший подарок на международный женский день. Под презентом звезда подразумевала свою дочь. «Сегодня моей маленькой Саше 13 лет. Мой самый большой подарок на 8 марта», – написала Максим в последнем посте. Напомним, что Максим вышла замуж за Алексея в ноябре 2008 года, а в 2009 певица впервые стала мамой. Счастливыми снимками с детьми делится и Федук. Буквально на днях рэпер стал отцом. Об этой новости поклонники узнали из инстаграм-блога «Возлюбленная артиста» Саши Новиковой. Девушка поделилась снимком новорожденной дочери. Девочку назвали Ниной. А эта звездная пара не перестает удивлять поклонников. Рэпер ЛДжей выложил снимки с Анастасией Ивлеевой и оставил лаконичную подпись «Жена, люблю тебя». Снимок вызвал бурную эмоцию поклонников, так как звезды официально развелись еще в прошлом году. В комментариях поклонники стали гадать, что, возможно, артист просто выложил архивное фото Ивлеевой, чтобы в Международный женский день в очередной раз признаться в своих чувствах. Певица Виктория Дайнека пожаловалась на своих соседей в инстаграме. Звезда рассказала, что за стенкой живет мужчина, который держит пуму, а на днях экзотический питомец сбежал из дома. Дайнека попросила через социальные сети обратить внимание на опасное соседство, так как переживает, что от пумы может кто-то пострадать. Это не все новости на сегодня. Вот, что ты увидишь далее. Цветы, подарки и животные. О чем писали кировские блогеры в своих соцсетях на прошлой неделе. Дорога в аэропорт, в машине. Эти и другие треки готовимся подпевать прямо сейчас. В Кирове с концертом выступила Света. Голливудская улыбка. Это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Илья Кошкин раскроет секрет улыбки, как у блогеров. Сейчас мы приживемся на короткую рекламу, а пока я полистаю ленту новостей, чтобы рассказать вам еще больше горячих событий из мира шоу-бизнеса. Всем привет! С вами телепроект «Первый городской блогер». И мы продолжаем. Второй блог полностью посвящен кировским новостям. Поехали! В течение недели мы листали ленты известных людей Кирова. Читали их посты, смотрели фото, ставили сердечки и огонечки. По итогу необычного интернет-расследования мы выбрали самые интересные посты, которые готовы вам показать. Поэтому, если не успел полистать ленту, мы сделали это за вас. Ведущий «Первого городского», блогер и директор областного дворца молодежи Дмитрий Целищев взял интервью у актрисы, экс-КВН-щицы Ксении Корневой. В своем инстаграм-блоге Дима ответил, что это уже вторая памятная встреча со звездой. Ксения Корнева приезжала в Киров на фестиваль КВН в честь Международного женского дня. Она успела пообщаться с юными КВН-щиками и дала интервью в рамках проекта «Диалог на равных». Вокальное поздравление на берегу моря подарил известный кировский ведущий Роман Мамедов своей супруге. Блогер Ульяна Мама выложила 8 марта трогательный пост, в котором рассказала о самом необычном подарке от супруга. Во время ужина в ресторане Роман придумал песню для своей жены и исполнил ее на глазах у всего пляжа. «Творчество – это удовольствие. Мы оба его ощущаем», – отметила девушка в своем блоге. Сейчас пара с детьми отдыхает за границей. Еще один известный кировчанин Илья Васильев также не остался в стороне от Международного женского дня. Всем своим поклонницам и подписчицам он подарил стихотворение. Вот несколько строчек из него. «Сегодня к женщинам мужские чувства хлынут, как с крыш весенних талая вода. И пусть весь год мужчины не остынут, и пусть полюбят женщин навсегда». Отметим, что сегодня Илья Васильев ведет кулинарное ток-шоу на одном из федеральных каналов. Минувшие выходные в каждом ресторане, в каждом клубе города отмечали 8 марта. Например, в Гауде подарком для всех представительниц прекрасного пола стал концерт певицы Светы, который мы, конечно, не могли пропустить. «Дорога в аэропорт», «Машине», «Эти» и другие треки готовимся подпевать прямо сейчас. Певица Света. Вы все ее ждали? Автор таких хитов, как «Может, нет», «А может, да», «Дорога в аэропорт» и «Твои глаза». Ее красоте завидовали даже женщины и порой мужчины. Но что делать? Такая привлекательная дама. Не переключайтесь. А что еще слушайте? Ну, так-то я «Металлику» люблю. «Металлику»? А Джеймса Хэтвилда, барабанщика, Ларса Ульиха? Мне помягче нравится. Это состав их «Металлика». А, да? А вы у нее всех перечислили, да? Ой, нет, таких не знаю. Пока на сцене нет никого, мы вам проведем некий обзор, на чем же играют исполнители. Это гитара. Она играет, все комфортно. Еще здесь есть клавиши. Клавиши очень много, есть белые и черные палитры цветов. В общем, все работает, все красиво. А вы сегодня они пришли? Да, один. Одни? Да. А это кто с вами? А это не со мной. Вот он, Джокер, не с вами? А, он всегда со мной. Вам нравится Света? Да. А-а-а. Вы Света? Нет. А вы Света? До свидания. Странно, тоже не Света. Да, да. А, может, Света в гримерке? Наверное, она в гримерке. Светлана, добрый день. Как добрались? Как прилетели, приехали? Судесно, потрясающе. Еще самолетом прилетели. Киров очень хороший город и много мною посещаемый, поэтому здесь живут великолепные люди, потрясающие. У меня очень много здесь поклонников и фанатов, и сегодняшний концерт нам подтвержден. Когда будут новые альбомы, новый материал? Как бы хочется чего-то того, чего нет дел, потому что все равно хотят все старое слушать, старые песни, и ты делаешь новое, но как бы все хотят все равно старые. Спасибо вам большое и приятного выступления. Спасибо вам. Света, это поп? Да. Рок? Нет, поп. Просто поп? Поп, да, попса. А поп, это ведь человек, нет? Нет. А, это музыкальный жанр? Это музыка попса, конечно. Вот я неумеха. Дорогие друзья, а вот певица Света уже на сцене. Песни прямо вот в сердечке. Ой. В сердечке прямо. Давайте наслаждаться. Света, я хочу розочку. Света, можно розочку? Вау. Вау. Это розочка. Это вам. Это вам. 8 марта. Спасибо огромное. Я купил лично вот. Спасибо. За эту численность буду видеть, кто понимает. Это была певица Света, легендарный исполнитель. Как хорошо, что она приехала в город Киров. Дорогие друзья, слушайте хорошую музыку и ни в чем себе не отказывайте. Голливудская улыбка это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. А приобрести ее могут не только известные блогеры и звезды. Наш корреспондент Илья Кошкин давно мечтал посетить стоматолога, отбелить зубы и стать блогером. С последним пунктом у него пока не вышло. А вот зубами дело обстоит гораздо лучше. Передаю ему слово. Прикольно. Забавно. А вот так очень хорошо. Что-то не то. Вот так действительно лучше. И правда, в соцсетях блогеров встречают не по умным речам, а по тому, как ты выглядишь. Но ведь хочется, чтобы в реальной жизни твоя улыбка была такая же, как на маске. Сейчас мы узнаем, как это сделать. Как выглядеть великолепно без масок, подскажет сегодня основатель стоматологии Айс Дент Александра Меркучева. Для того, чтобы ваша улыбка была изящная, есть несколько способов. Первый момент, это у нас сами ультразвуковая очистка зубов. То есть вы приходите, ультразвуком убирается твердый налет, мягкий налет, убираются все некрасивые, неприятные моменты. Ну и в принципе уже будет прям очень даже вау у многих. Второй момент, это отбеливание. Отбеливание зубов, процедура уже такая по показаниям. Третий момент, это все-таки лечение зубов. Это постановка пломб. То есть здесь уже врач доводит до совершенства вашу ослепительную улыбку. Ну и самое, наверное, приятное и всех волнующее, это ортопедия. То есть это виниры, люминиры. Для достижения нужного результата необходимо пройти первоначальный осмотр, где врач вынесет вердикт и скажет, какую процедуру выбрать. Нужно будет провести обязательно ультразвуковую чистку зубов, потому что, видите, такая десна отечная, красная, и восстанавливать эмаль. То есть назначу ремтерапию домашнюю и специальную пасту подберем. Ультразвуковая чистка страшно? Больно или нет? Нет, это не больно. Возможно, будет немножко неприятно. А так, в принципе, если у вас повышена чувствительность зубов, мы подкалываем анестезию. После назначения с помощью ультразвука удаляется зубной камень и налет. Раз, два, три. Я на ультразвуковой чистке. Чистке. Открываем ротик. А для отбеливания виниров зубы должны быть в идеальном состоянии. Настя Ивлеева сделала себе зубы за 400 тысяч рублей. По вашему мнению, можно было бы обойтись меньшими вложениями для того, чтобы улыбка была такая сияющая? Можно вообще было, допустим, поставить брекет-систему, потом виниры. Ну, то есть можно вообще в теории? Это уже как у кого кошелек. То есть можно сделать подороже, можно подешевле. Для закрепления эффекта ультразвуковой чистки на зубы наносится специальный гель, который еще и помогает укрепить зубную эмаль. Начало положено. Первый этап пройден. Маска в Инстаграме будет не нужна. И самое главное, зубы будут в порядке и ничего не будет беспокоить. Стать обладателем идеальной улыбки вы сможете в стоматологии IceDent. Ультразвуковая чистка, отбеливание, ортопедия, консультация специалистов. Действуют постоянные акции. Стоматология IceDent. Октябрьский проспект 70. Запись по телефону 745401. Это был Первый городской блогер и я, Наталья Забнина. Увидимся на просторах социальных сетей. Не забывайте подписываться на меня и на соцсети Первого городского телеканала. Всем пока! Благодарим за образ для ведущей Евгению Усанову. Субтитры сделал DimaTorzok